Значит, в Риге вчера был украинский театр со своей пьесой, современной пьесой о современной жизни. И главную роль играла моя подруга Римма Зюбина. Вот она здесь, вот она, вот она, вот она. Мы сейчас идем. Мы вообще сидели выпивали, честно говоря. Мне ничего такого серьезного не было. Вы не выпивали. Даже, ну, я пил пиво. Ну, это считается алкогольным. Это хлеб. Хлеб. Я ел хлеб, она вообще ела рыбу. Хлеб и рыба. Но зашел разговор в кулуарах о том, что вообще происходит сейчас в кино, в культуре в Украине. И мне стало это очень интересно. Потому что действительно есть же вот эта тенденция, что давайте сейчас мы вычленим вот только сейчас. Вот война как будто началась не в 2014 году, а вот только вот вчера. Давайте мы, наконец, будем создавать нашу украинскую культуру. Вот ты стала рассказывать, что это за история про коллективное письмо. Ну, петиция, которую, конечно, я поддерживаю. Но когда вдруг... О чем петиция? Петиция о том, что... О невозможности присутствия в проектах российских исполнителей. Это, конечно же, на съемочной площадке, когда снимались вместе украинские и русские актеры, когда гонорары отличались на несколько нулей, когда условия... В пользу российских актеров. В пользу российских актеров. То есть российские актеры из-за этого следуют в Украине более... Да, конечно же, россияне и квартиры покупали в Киеве, и уже и семьи перевозили, и были на съемках в Украине гораздо чаще, чем на съемках в России. И все это приветствовалось, и на все, на что-то закрывалось, гуглились глаза. И я увидела в ком-то, конечно, прозрение. Вот мы с 2014 года не знали, что так вот оно получится, и мы снимались вместе с россиянами. Я не снималась с 2014 года. И сейчас я нахожу два момента. Либо идет такая история, когда я молодой, и мне дальше надо будет работать. И работать, конечно, только в пространстве Украины, потому что актер ограничен своим языком, он не может там работать во Франции, в Польше где-то, и там он тоже будет играть только роли второго-третьего клана. Но и я нахожу и момент какого-то лицемерия. Потому что Михайловский золотой архейсобор, там есть такая стена, где с 2014 года портреты всех, кто погиб. И эта стена с этими фотографиями растет, растет, растет с 2014 года. Она ни на секунду там не замирала, не уменьшалась количество погибших украинских воинов. И не видеть этого в центре Киева нельзя было. Я просто предлагаю, чтобы все украинские актеры, которые снимались в копродукции с россиянами, посчитали свои гонорары и перечислили эту сумму на помощь. Ну, или на ЗСУ, или на потребы переселенцев, детей, которые остались без родителей, на глазах которых поубивали родители. Вот это было бы очень правильно. Потому что в обществе возникла ситуация, когда у нас это оправданно белое и черное, когда мы очень остро реагируем, когда мы на компромиссы не соглашаемся. Но в каких-то моментах я вижу такие неискренности. Вообще говоря, то, о чем говорит Римма, вещь совершенно убийственная эмоциональная. Я сам недавно шел мимо этой стены. Удивительно, что я около этой стены не оказался там в 14, 15, 16, когда был в Киеве. Просто море молодых парней, смотрящих... Ведь когда мы фотографируемся, мы смотрим прямо в объектив, и мы не думаем, что, может быть, эта фотография будет на нашей могиле. Последняя. Да, что это будет последняя фотография. Это вот такие улыбающиеся парни, мужчины. Совсем немного девушек, которые смотрят открытыми глазами в свое будущее, которого, черт возьми, у них не оказалось. У них персонально, у страны понятно, что это будущее. Их так много. Там эта стена уже закончилась. В принципе, вот эти промежутки стены. И это все, эти портреты, все заканчиваются до 24 февраля 2022 года. Когда количество смертей просто приобрело какое-то просто немыслимое... Ты знаешь, я уже говорил об этом. Я помню, во Львове в 2014 году я видел похороны парня, который погиб в АТО. Я помню, как его хранили. Я помню, как медленно ехал, так сказать, этот катафалк. И огромная толпа шла. Ну, вы не поймете, а это очень далеко. Лычаговское кладбище, это вот не... Ну, это нужно пройти. Да. Серьезно. И вот я приезжаю во Львов сейчас. Тот же храм. И уже не один парень, а два-три парня. Каждый день. Каждый день. И уже нет сил никому становиться на колени. Уже кроме родственников. Там никого нет. Ну, там чуть-чуть какие-то казенные люди, родственники. Потому что эта смерть стала как бы личным делом, по сути, каждого. В центре стоит на площади рынок. Каждый день меняют вот эти транспаранты. Сегодня город прощается. Это просто жуть какая-то. Но главное, что эта жуть была... Вот эта стена показывает, что эта жуть была. С 14-го. Ну, с небесной сотней мы будем и так говорить. Потому что борьба за несовершенность Украины, это... Ну, знаешь, у меня, кстати, чуть-чуть о другом хочу поделиться своим ощущением. Когда я... Я же въехал сейчас в Украину первый раз во время войны. То есть я вывозил маму, но я ее ждал уже с этой стороны границы. И когда ты находишься за пределами Украины, у тебя какое-то создается такое ощущение. Вот что из себя представляет Украина в момент войны. И вдруг я приезжаю во Львов, свой родной Львов. И я вижу, что город живет, город бурлит, город сидит, пьет пиво, каву. И, блин, это настолько не совпадает с твоим... Это Львов. И Киев тоже. И Киев. И Киев, Подол. Я жил на Подоле, я люблю Подол. Этого нет в Херсоне оккупированном, где дети гуляют на детской площадке песочницы, а по периметру стоят люди с автоматами. Слушай, ну я другое хочу сказать. Дело в том, что когда до меня доносится информация, и даже я был во время войны в России, пусть и так мельком... Инкогнито. Вот, но тем не менее. И меня просто бесило то, что в России сидят тупо люди в кабаках. И меня бесит, что мои там друзья, коллеги в Москве выходят, вообще в России выходят, играют спектакли, выходят на поклоны, аплодисменты, овации. Потому что все это как бы легиметизирует эту войну. То есть все это говорит, ну ни хера не произошло. Вот, ну, так сказать, жили как жили. А в Украине я не понимаю, как мне относиться к людям, которые... Я скажу свою позицию. А ну. Я в 2014 году, наверное, больше чем полгода не могла себе позволить пойти в кафе. Не потому, что у меня не было денег, у меня вот не было этого морального права. Я понимала, что чашка кофе — это 10 шприцов в госпиталь. Я могу купить. Я понимала, что да, у меня вот этот момент солидарности есть. Комендантский час — это не потому, что именно в этом городе сейчас будет диверсионная группа. А это тоже для меня момент со-переживания и со-чувствия с теми, у кого родные на фронте. И я... Да, здесь то, что первое, когда мы сюда собрались на гастроли, когда мои ребята, потому что у нас есть трое парней в команде, которые сказали, мы сможем гулять по ночному городу, мы в 23 часа, ну, сначала в 8 часов был комендантский час, потом в 9, потом в 10 и 11 час в Киеве. И метро закрывается, метро вообще там какой-то период не работало. Но в какой-то другой момент, когда уже где-то с мая месяца, наверное, мы также поняли, что нам нужно поднимать экономику и налоги, которые дают те же рестораны, те же театры, те же кинотеатры, они необходимы для того, чтобы... Там же с налогами... Слушай, по-моему, мы сейчас с тобой из-за того, что я держу в руках камеру, чуть-чуть лукавим. Потому что какая, к черту, экономика в театре? Ну, послушай... А театр — это другое. А в театр, когда мне на вот этот мой драматический спектакль 31 мая подходит женщина после спектакля и говорит, это самый лучший день весны моей. У человека был момент подготовки выхода в театр. Она могла не доехать, потому что началась бы, ну, это воздушная тревога, и спектакль бы отменили, или там метро бы закрыли. Но театр — это другое. Ну, что касается ресторанов, когда ты говоришь, там, бары переполнены, это переполнено. Это... И у нас сейчас еще очень обострено чувство, что этот день может быть последний. Подожди, подожди, буду тебя перебивать. Вот я поехал в Бучу. Да. Мы на машине долго ездили по Буче и не могли найти эту улицу, которую знает теперь весь мир. Потому что всю Бучу, ну, кроме разбитых домов, всю Бучу вычистили, посадили газончики, помыли тротуарчики. И как бы мне стало немножко... Я тебе скажу честно, мне стало как бы немножко не по себе от того, что нет следа этой трагедии. Есть следы моей лучшей подруги в Ирпине. Квартира на верхнем этаже мансардном просто сгорела. Когда она будет восстановлена, за какие деньги, в каком году, это неизвестно. Там ничего не осталось, кроме входных дверей. Поэтому есть. И это все оставляется, потому что еще происходят эти экспертизы. И то, и то, и то, и то. Нет, ты знаешь, вот я, например... Я, например, был в Далласе, где убили Кеннеди. И там вот на точке, где убит Кеннеди, есть прям вот такой вот кружок. И это зафиксировано. Ну, понятно, что там паломничество туристов, что это вообще такое стало, ну, такой Микки Маус своего рода, так сказать, просто некий туристический бренд. Но все-таки есть точка, и она зафиксирована. Я считаю, что вот в этой Буче обязательно должны, ну, если не хотя бы... Еще война не закончилась. И что? А я считаю, что есть какие-то моменты, которые надо будет делать уже после войны. Во-первых, еще неизвестно, прилетит ли еще на Бучу. Это мы не застрахованы никогда ни от чего. Когда кто-то там продает и покупает квартиры, и сразу же ты читаешь комментарии, как сегодня в Киеве можно, в Киеве, так кажется, благополучном, там, более или менее, как это можно вообще назвать, как можно, потому что мы не знаем, куда летит, как оно отлетит, куда, в эти точки, которые уже обозначены, будет ли. Это другое. Это не потому, что вот забыли люди, и они не чтят память. Ни в коем случае не об этом. В украинском кино снимались, например, несколько актрис, которых вычеркнули из российской культуры, по сути, из России как государства. Это там Аух, потом дочь Машкова. Что с ними происходит? Они как бы тоже, все равно они русские актрисы? Невозможно сейчас. Никакая дружба, никакой присутствия на площадке? Нет, 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 Римма, послушай. Про дружбу вообще никакой речи, про братские народы вообще забыли, растерли, наплевали и похоронили. Я сейчас о том, что есть актеры, которые четко заявили о своей позиции, антипутинской, антикремлевской, которые за это как бы закрыты, уничтожены для работы внутри России, и они, насколько я знаю, снимались. Вот мне просто, моя тетка во Львове, она сидит, смотрит сериалы, я, к сожалению, в этом чуть-чуть плаваю. Она сказала, вот был какой-то сериал, и там снималась Аух. Я с ней знакома, мы делали проект по Зуму, Марью Савишкевичу, еще со пьесой. Да-да, ну, короче, я снималась Аух, вроде бы как хорошо играла, я даже не знаю про что, чего, и вот ее сейчас в новом сезоне этого сериала убрали, потому что она русская актриса. Я не адвокат Аух, хотя это моя подруга, и я ей желаю там всего самого-самого лучшего. У меня вопрос к тебе, как бы, ну, такой ключевой украинской актрисе, так сказать, которая, вот это ок или не ок? Вот давай... На сегодняшний день общество настроено так, что это невозможно. Насколько бы ты там не признавался в любви, не говорил, невозможно. И точно так же я думаю, что эти же актеры должны понять, что их присутствие в Украине сейчас нежелательно. Пройдут годы, настанет наша победа, пройдет какое-то переосмысление, и, может быть, через лет 50, и к русской классике будет совершенно другое отношение. Я когда написала там, ну, как же, мой любимый Чехов же писал, что в человеке все должно быть прекрасно, или все эти же... И кто-то мне в комментариях пишет, в человеке, да. А то, что творят эти звери, это не звери, даже твари, да, это не человеки. Настолько обострено сейчас в обществе, все белое-черное, без компромисса. Мы живем по... Ну, как это по-русски? Давай по-украински. За законом и войскового часа. Мы по закону военного времени. И тут так точно, как решаются судьбы кого-то, кого принимают за диверсантов, кого-то, кто начинает там на блокпостах себя как-то по-хамски вести, или еще что-то. Есть совершенно другие законы, и сейчас они, может быть, там где-то против логики, может быть, это неправильно, но сейчас это так. Настолько обострено все это, настолько ранены мы все, мы уже, вот я говорю, мы с руками, ногами, но мы все трехсотые. Мы все со сломанными судьбами, со сломанными историями. Ну, ни у кого. И знаешь, вот у нас девочка-продюсер, Соломика, позавчера погибло пять одноклассников ее в одной машине, возле Бахмута. Их всех просто накрыло. Пять ребят, которым 26 лет. Извини, я просто не думал, что я с тобой буду сейчас разговаривать, поэтому я не готовился, но я так вынимаю из каких-то своих... Вот я читал, что там Вера Брежнева из группы Виагра, которая родом из Днепра, или откуда-то она там родом из Украины, что она поехала волонтерить где-то там на границе, что-то чего-то, потом вот Лобода там что-то тоже волонтерит. А вот если... Там разные отношения ей к Лободе. Ну, я, слушай, я вообще, честно сказать, простите меня, звезды эстрады, ни одной песни не могу, так сказать, вспомнить. Но я знаю, что есть такие звезды, есть такие группы, есть такие люди. Главное, Бог с ним с... Вот эти люди, они вообще могут, если не петь, а просто, ну, что-то делать, вот приехать, там, не знаю, в госпиталь пойти работать в Украине? Может любой человек в госпиталь пойти работать в Украине. Может любой человек. Но каждому, кто ездил с 14-го, когда эта стена возле Михайловского росла и росла, и росла, и росла. Кто ездил в Россию, кто пел песни на закрытых вечеринках, на открытых, кто греб эту капусту и вдруг понял, что... Ведь тут же действительно кто-то осознал, а кто-то... И как ты говоришь, ты же не будешь на детекторе, знаешь, я сейчас спрошу Рима штуку и пообещаю ей, что если она захочет, я это потом вырежу. Но Зеленский, блин, работал с Россией. Я не голосовала за Зеленского. Но работал в России. И снимал сериалы, и продавал в Россию. Ну, это каждый день ему вспоминают до сих пор. И сейчас, и сейчас Римская область. Ну, ему же разрешают работать президентом. Ну, его же выбрало большинство. Реальное кино на канале на следующий день. Моя подруга Рима, мы идем выпивать. Я ее оторвал от рыбы. Мне надо не опоздать сегодня на автобус на Киев. Да, вот так вот и живем. И у меня день рождения. Ой, красавица. Слушай, шикарно. Слава Украине. Мы переможем. Вообще без вариантов. Слава Украине. Слава Украине. Слава Украине.